журнал экспорт вооружений пишет что тяжелая огнеметная система солнцепек или буратино это ее другая предыдущая модификация не имеет аналогов в мире чистейшая правда автомобиль москвич тоже не имеет аналогов в мире но это не делает его чем-то совершенно уникальным или незаменимым много чего не имеет аналогов в мире сейчас мы с вами разберемся что это за оружие всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале как обычно в начале лайк подписка комментарии три несложные действия кто хочет помочь финансово немного задонатить вот здесь кнопка супер спасибо или патреон он находится в описании в начале вот что хочу сказать мои видео про танк армата и самолет су-57 вызвали там дичайший срач в комментах да и жуткую злобу z патриотов и z комментаторов там которые пишут о том что я ничего в этом не понимаю и что если вот самолет летает значит он существует нет друзья мои летать может даже воздушный шар но от этого не становится самолетом пятого поколения в своем видео я не утверждал что су-57 не существует конечно он существует но никакой не самолет пятого поколения очередное фуфло которое вам вот втюхивает ваша же собственная пропаганда поэтому можете еще раз пересмотреть видео убедиться в том что этом действительно говорил только не забывайте лайкать комментировать пишите в комментах все что захотите и можете еще и задонатить вот через кнопочку супер спасибо как я уже говорил половину денег отдам на нужды украинской армии обещают но вернемся к буратино он же солнцепек тяжелая огнеметная система ее разработка началась еще в семидесятых годах точнее в семьдесят первом году и длилась там какое-то определенное время то есть это все опять же оттуда берется из советских старых разработок ничего там плохого нет как я уже говорил если разработка нормальная рабочая почему бы ее не использовать но вот значение этого солнцепека да или там этого буратино очень сильно преувеличена российской пропагандой сейчас мы с вами разберемся почему именно это реактивная система залпового огня которая в одной модификации имеет 30 направляющих в другой 24 буратино и солнцепек сейчас есть еще одна разработка называется тасс очка но она пока в серию не пошла и не факт что пойдет кстати надо сразу сказать что это никакой не фейк реально существующее оружие и оружие абсолютно страшное то есть тасс солнцепек или буратино обладает просто чудовищной абсолютно огневой мощь это используется для этого снаряды термобарического действия ну то есть вот то что называют принято называть объемным или вакуумным взрывом и обладают вот такой очень очень сильным таким вот эффектом взрывным да или огневым эффектом и фугасным эффектом если хотите есть там еще дымозажигательные которые предназначены вот для того чтобы поджигать вот местность там или не знаю город или что вот ту цель по которой стреляют но их используют гораздо реже в основном используют термобарические этот комплекс прошел боевое применение его первое было 88 89 год еще в афганской войне и там он показал вполне себе такое впечатляющее как бы впечатляющие результаты да против особенно укрытий в горах вот где прятались там афганские маджахеды считается что залп 9 установок такой вот полный комплект когда каждая установка выстреливает 9 установок входят в батальон ну или дивизион если хотите вот например применение полного залпа вот такого дивизиона по ротному опорному пункту уничтожит его полностью вот дотла буквально и это сравнимо по мнению некоторых аналитиков с воздействием тактического ядерного боеприпаса то есть огневая мощь действительно чудовищно в чем проблема 100 с буратино или то солнцепек да в чем его вообще недостатки заключаются ну во первых не избирательность там ни о каком высокоточном применении и речи вообще быть не может накрывают огромную площадь на которой не остается ничего буквально включая насекомых там все просто сгорает и полностью уничтожается применение такой системы там по городу например особенность там живут люди это в чистейшем виде военное преступление но понятно что в россии там никто не заморачивается соблюдением норм международного гуманитарного или военного права поэтому этот критерий можно как бы оставить в стороне другой недостаток это довольно высокая масса 46 тонн то есть эта масса даже несколько выше чем у основных боевых танков российских но это и понятно там находится огромный пакет с этими ракетами плюс в составе расчета еще две транспортно-заряжающие машины то есть вот одна установка плюс две машины если девять установок плюс еще каждой по две машины то в общем получается такое довольно внушительное количество таких целей что ли да и таким образом вот этот вот условный дивизион солнцепеков вместе с транспортно-заряжающими машинами представляет из себя довольно такую приличную цель но опыт той же украинской войны показывает что их так не используют сейчас используют одиночные установки изначально солнцепеки подчинили войскам радиационной биологической и химической защиты короче химикам как их называют в армии это усложнило довольно сильно дело потому что цепочки командования удлиняются у химиков свое командование у каких-нибудь десантников свое мотострелков свое пока там все между собой договорятся в общем короче говоря проблем но эту проблему сейчас они более менее устранили и стали подчинять либо отдельные установки либо подразделения вооруженные этими установками вот допустим мотострелковым или десантным подразделениям окей это нормальное явление самый главный недостаток солнцепека заключается в очень низкой дальности его применения вообще считается что у буратино максимальная дальность 6 километров у солнцепека у следующей модификации 10 километров но это не так 6 и 10 это максимальная дальность куда вообще летит снаряд на расстоянии в 6 километров ни о какой там точности применения даже с учетом неизбирательности этого оружия там и говорить нечего более того системы прицеливания там вот эти дальномеры лазерные да вот эти вот треноги и так далее а это все требует прямой видимости цели на условно европейском театре боевых действий вот как в украине сейчас происходит война прямая видимость это два с половиной внутри километра то есть установка должна условно находиться в трех километрах от той цели которую она должна поразить о чем это говорит а это говорит о том что ствольная артиллерия например те же три семерки или там панцергаубицы да любая даже советская система переигрывает по дальности солнцепек ну минимум втрое в принципе да попав под огонь там тех же трех семерок до которые могут там использовать экскалибур и например высокоточные снаряды или под огонь тех же хаймарсов с джим со снарядами джим лрс а это 80 километров дальность солнцепека нет вообще никаких шансов и в принципе мы уже наблюдали довольно такие впечатляющие кадры поражения этой системы потому что среди прочих недостатков и и кстати аналитики считают высокую опасность для своих войск при поражении этого комплекса но все наверно видели эти видео как он детонирует там разлетается все там в разные стороны если такой солнцепек находится в составе колонны в которой он идет то велика вероятность того что при поражении только одного этого комплекса уже пострадает там очень много вокруг машины людей кроме того такая дальность ну вот считается что у буратино эффективная дальность до 4 километров у солнцепека до 6 километров вот то что касается буратино их войсках больше то это дальность на которую достают противотанковые комплексы то есть в принципе расчет противотанкового комплекса там спрятавшись где-нибудь в кустах на дистанции в три даже в четыре километра может уверенно поразить солнцепек одно попадание в пакет и вот произойдет то о чем я только что рассказывал да детонация там чудовищная разлет там во все стороны осколков в том числе этих ракет и так далее в общем последствия могут быть очень такие тяжелые кроме этого при движении очень характерная как бы для бронетехники для советской в том числе бронетехники проблема это такая слепота экипажа есть приборы наблюдения у них узкое поле зрения и экипаж ничего перед собой не видит кроме вот такого узкого поля до узкого участка дороги по которой он движется то есть он будет беззащитен против там различных средств противотанковых против артиллерии против танков если они там окажутся против боевых вертолетов но против всего практически и того если вот подытожить всю эту историю получилось чудовищной мощи и силы оружия крайне уязвимая для средств противодействия очень неподходящее для общего искового боя потому что даже современный танк может стрелять ну уверенно поражать цели на расстоянии в 3 в 4 даже в 5 километров таковы сегодня вот баллистические характеристики современных танковых пушек и прицельные системы не говоря уже там противотанковых ракетах особенно с вертолетов но кей вертолеты в украинской войне там используются значительно меньше ну давайте немного подытожим всю эту историю тяжелая огнеметная система вот в двух модификациях как минимум это реально существующее оружие это конечно никакой не фейк она правда существует и есть опыт ее боевого применения из которого собственно можно сделать несколько важных выводов во первых это оружие обладает чудовищной разрушительной силой то есть сравнимой при массированном использовании как я уже говорил с воздействием тактических ядерных боеприпасов это оружие совершенно не избирательная при применении там по городам я не знаю по населенным пунктам а там разрушает все буквально вот можно вспомнить опыт чеченской войны по селу комсомольская применялись они там погибли десятки мирных жителей от его применения это оружие неплохо подходит для конфликта малой интенсивности для борьбы там с какими партизанами укрывшимися в горах в укрытиях но совершенно не подходит для общего войскового боя потому что имеет маленькую дальность применения легко поражается и ствольной артиллерии и реактивной артиллерии она проигрывает всем системам рсзо даже самым устаревшим там в разы по дальности она обладает скверным бронированием достаточно уязвимое при поражении представляет такую серьезную угрозу для своих собственных войск точности у нее нет никакой буквально в принципе накрывает она большие площади и в принципе вот по своим возможностям она вот скорее напоминает оружие второй мировой войны или там я не знаю до 80-х годов после чего вот в мире начали развивать разного рода высокоточные боеприпасы тут можно вспомнить те же хаймарс из их джим лрс которые кстати вот по дальности и точности конечно там переигрывают буратино ну во много раз короче говоря получилась такая царь пушка огромная страшная там громко стреляет вот но толку от нее на поле боя в современном общевойсковом бою еще раз повторяю очень и очень немного спасибо что смотрите мои видео еще раз вас призываю пожалуйста лайкайте комментируйте кто хочет задонатить кнопка супер спасибо или патреон в описании и пишите в комментах о чем хотели бы поговорить обязательно это обсудим всем пока